Заслуженного артиста России, актёра, юмориста, певца и телеведущего Михаила Евдокимова. Природа щедро наградила массой самых разных талантов. Он в 1984 году впервые появился на телевидении как артист разговорного жанра, а потом стал пародистом. Автором своего стендапа от лица полюбившегося зрителям Серёги Бугаенко, участником телепроекта «Вокруг смеха», великолепный Сергеевичем, решил осуществить свою давнюю мечту и стал политиком, что оказалось более опасным занятием, чем карьера артиста. Причиной смерти Михаила Евдокимова стало дорожно-транспортное происшествие. Он родился в 1957 году в городе Сталинске Кемеровской области в простой шахтёрской семье и был одним из семерых детей. В 1958 году они вместе с всем семейством переехали в Алтай. Мальчик окончил школу села Верхопского, а потом поступил в Барнаульское культпроцветучилище на отделение балалайчников. Сменил несколько профессий, был участником команды КВН. Желание заняться политикой появилось у Михаила Сергеевича ещё в 1995 году, когда он баллотировался в Государственную Думу и осуществилось это через 9 лет. В СМИ появились остроты. Насчёт синдрома Шварценеггера, но он был настроен серьёзно и верил в свои силы. Ошибки неизбежные в такой ситуации начались с преобразованием в сельском хозяйстве, ощутимо пострадавшим от весеннего паводка. Они привели к большой задолженности по продаже зерна и поставили администрацию в нелёгкое положение. Аналогичными были результаты по энергоснабжению края, а потом после неприятности в промышленном производстве и экономической дестабилизации в регионе было объявлено о кризисе власти. Разногласия губернатора с Советом региона и крупные недосчёты в кадровой политике стали причиной того, что 49 районов края и нескольких городов потребовали от президента Путина отставки Евдокимова. Ему не удалось справиться со своими обязанностями. Это требование поддержало большинство представителей политических партий края. При этом всё напрямую зависело от решения Путина, но его не было. Обострившаяся политическая обстановка ещё не получила разрешения, когда летом 2005 года Михаил Сергеевич погиб в автомобильной катастрофе на 312-м километре Чуйского тракта. Мерседес-губернатор на большой скорости, обгоняя Тойоту, ехавшую по центру дороги, ушёл в Кюет и врезался в дерево. Евдокимов, охранник и водитель погибли на месте. Живой осталась лишь жена губернатора, получившая тяжёлые травмы. Эта трагедия вызвала много слухов о возможной диверсии, но насколько это правда, сказать трудно, не зная всех обстоятельств. Следствие пришло к выводу, что чисто технически в аварии виновен водитель автомобиля, на скорости 200 км в час совершивший обгон Тойоты, поворачивающий в том же направлении. Похоронен артист на родине в селе Верхоцком.